Я с удовольствием представляю замечательного, выдающегося, народного, безусловно... Английского народного. Да, английского народного, да, с хорошим русским акцентом. Замечательного поэта. Я не могу сказать детского поэта. Детских поэтов не бывает. Бывает просто поэта. Вадим Александрович Левина, который по счастливой, я не знаю, случайности, не случайности. Не случайности, потому что завтра у него презентация здесь. Я надеюсь, я хочу надеяться, что моего хорошего друга Вадим Александрович Левина... Я очень хотел, кстати, ну, в силу того, что я все-таки художественный руководитель, так сказать, театра, и здесь сидят замечательные, так сказать, люди. Вот, кроме Вадима Левина, а Вадима Левина, я не знаю, с детства знают все его стихи. Я стихи знаю точно, да? Вадим Александрович Левина, вот, глупая лошадь, исполните, правда, исполните, исполните. Глупая лошадь. Лошадь купила четыре калоши, пару хороших и пару оплош. Если леденек выдается по горжи, лошадь гуляет в калошах хороших. Стоит просыпаться первой пороши, лошадь выходит в калоши поплоше. Если же лужил по улице сплошь, лошадь гуляет совсем без калоши. Что же ты, лошадь, жалеешь, калоши? Разве здоровье тебе не дороже? Спасибо. Вадим Александрович, дорогой, спасибо большое. Я очень надеюсь, что в нашем с Женей, вот, Евгения Шахотько, замечательный художник, главный художник нашего московского театра «Кукол», говорят национальные премии «Золотая маска», замечательный художник. Убедитесь, когда придете к нам в театр. Я надеюсь, что у нас получится вместе спектакль, я очень верю, с вашей музыкой, безусловно, потому что уж если глупая лошадь была, так она должна продолжаться. Вот, а теперь Владимир Щукин, композитор. Вот, ну а теперь, коли, так сказать, я тоже немножко представлюсь, хотя мои друзья меня знают, но те, кто меня не знает, на всякий случай, я Борис Голдовский, я художественный руководитель самого старого в Москве московского театра «Кукол», и я очень люблю куклы, и всю жизнь я внутри кукол, собственно, так сказать, живу, что мне чрезвычайно нравится, и внутри театра всю жизнь. А, естественно, ну, свои кандидатские, потом докторские диссертации я писал тоже, естественно, про кукол, про театр, про историю театра. Я писал о драматургии театра кукол. Я их написал штук 30, и когда мне говорят, чтобы я принес, вот, мои друзья из центра просили принести книги, я сильно засомневался, потому что где-то там получается где-то 32-33 килограмма, мне уже как-то это все сложно. Поэтому я принес, скажем так, те, которые легко было донести. Это вот «История драматургии театра кукол». Мне это очень нравится, потому что когда-то я был кукольным завлитом. Есть у меня даже книжка, которая называется «Записки кукольного завлита». Была такая забавная такая штука, потому что, знаете, когда это были 70-е годы, это было очень интересно, потому что все молодые, Эдик Успенский, Феликс Кривин, которым мы очень дружили, Саша Курлянский, Сережа Козлов. Чудная была команда авторов, драматургов, писателей. Работать с ними было интересно, и о них я тоже написал, потому что это, так сказать, люди чрезвычайные. Вот. Ну, а Коле... Мне просто было любопытно, откуда она кукольная драматургия, что это такое. И я вдруг увидел, что это огромный такой пласт, который почему-то никто не увидел. Пласт, состоящий из очень серьезных писателей, известных, древних, из классиков. Я не знаю, это Эдведенский, это Эмитерлинг, масса имен. Вот эту историю я попытался написать в истории драматургии театра кукол. Потом, буквально полгода назад, ее перевели на сербский язык. Она сейчас в Белграде была издана. Ну, что еще? Вот история режиссерского искусства, потому что это тоже забавная такая тема. Потому что режиссура... Вот. Несколько лет назад исполнилось 100 лет. А вообще, как возникла эта профессия режиссерская, кукольная? И мне захотелось посмотреть, а как она складывалась, из каких кирпичиков, собственно. Она родилась в 1911 году. И вот я с 11-го года до наших дней попытался посмотреть, что на нее там нарастало, на этот корабль, да? И во что она превратилась, в конце концов. Вот такая книжка. И потом, как-то, знаете... Такая была тема, вот когда я писал историю режиссуры, а я ее писал для коллег, для артистов, режиссеров, писателей, тех, кто пишет для театра кукол. И я вдруг увидел, что у людей, которые этой темой занимаются, у них свое летоисчисление, как бы. Что в начале 20-го века какое-то время, вот время, да? Время кукол петрушек, таких... А, время марионеток. Потому что Серебряный век, марионетка, как вот тема равновесия, утрата равновесия. Поэты пишут о марионетках, художники рисуют марионеток. В театре марионетка, как бы, важная тема. Время марионеток, да? После 17-го года они как-то исчезают, и возникает петрушка, как вот такая вот брутальная такая вот кукла с дубинкой. И это длится где-то до 40-х годов. А потом петрушка тоже, как система, технология из театров, вдруг исчезает. И возникли образцовские тростевые такие вот куклы. Немного романтичные, немного ироничные, как само время, да? Потом в 60-х и они стали уходить, появились маски. Такое время масок, да? Потом в начале 70-х, время масок ушло, и возникло вот такой вот застой и прочее, прочее. Возникли планшетные куклы, те, которые вот водят актеры, не прячась. Они очень похожи на марионеток, но как с оборванными нитями такие. И вот я это все рассказывал как-то коллегам, ребятам. И они слушали это, слушали, интересно. А потом говорили, ну хорошо, Борис Павлович, вот прошло время, так сказать, планшетных куклов. А какое время будет? Я задумался, но какое время? Что действительно, какое будет? Я так оглянулся окрест, смотрел телевидение, вот телевидение, кино, вот на улице. И вдруг я увидел мотоциклистов в шлемах, видел в кино вот этих самых роботов механических, в витринах механических кукол. Их все больше и больше и больше и больше. И я понял, что впереди, вероятно, время автоматов. То есть автоматами называются вот самодвижущиеся такие куклы. Время кукол автоматов. И мне захотелось посмотреть, а что это такое вообще? Откуда оно взялось? И я решил написать вот эту книжку. Я ее назвал «Дети Гефеста». Вы понимаете, почему? И вот попытался проследить, как они родились, где-то там во времена еще царя Соломона. И как они постепенно приобретали условные рефлексы, потом какие-то зачатки разума, потом, так сказать, вот мозги какие-то. И я увидел, что очень любопытно, они эволюционируют. Но я говорил только о театральных, о тех, которых как бы имеют значение для зрелища. Вот. И мне захотелось написать такую книжку. Я сначала ее назвать хотел «Эволюция Голема». Да, как вот он эволюционировал. Но потом вот перешел, и получилось время автоматов. Я никак не знал, с чего начать ее. И потом нашел очень хорошую, на мой взгляд, цитатку. Взял ее кусочек. Цитату из известной книжки, бестселлер начала 20 века, Голем, если помните такой, да. И он начинался такими словами. И начинался такими словами, что я смотрю на себя в зеркало и не могу понять, что-то я это или, ну, мое отражение. Сейчас расскажу, почему я взял этот кусочек. Потому что, когда я проследил вот всю эту цепочку до вот нашего времени, я столкнулся с замечательным человеком японским таком, так сказать, физики, арт-механики, замечательным профессором в Токио кибернетике, который сделал свою точную копию для, так сказать, того, чтобы читать лекции. Я понимаю, что это как абсолютно точная копия. Причем он, даже сидя в кресле, он вел себя точно так же, как профессор, потому что профессор понимал, как он усаживается, какие жесты он делает. И он читал лекции так, чтобы студенты не поняли, кто перед ним. Вот. И действительно получилась абсолютно точная, так сказать, его копия, включая, вот, так сказать, какие-то элементы, вот, лица, кожи, рук и прочего. И когда я его написал, описал все это, я понял, что я просто обязан в самом конце поставить ту же самую цитату из Голема, потому что она абсолютно точно отражает то, что происходит на самом деле. Вот. Поэтому мне любопытно было ее писать, потому что там много, так сказать, такого, на мой взгляд, важного. Вот. Это с этой книжкой. Ну, вот еще одна книжка, которой я, которой я очень рад. Я всю жизнь мечтал это сделать. Это, это не моя книжка, это Шарль Баньен «История марионеток». Дело в том, что лет сорок назад мне случайно попался короткий перевод одной главы этого чудесного, изумительного совершенно человека, который жил в начале девятнадцатого века. Он был директором Королевской Библиотеки Франции, Национальной Библиотеки, собственно, французской. Одним из директоров, он был главным хранителем. И он написал книжку «История марионеток Европы с древнейших времен до наших дней». Я почитал кусочек главы, вот, который только мне был доступен. А... Вы знаете, вот, когда хороший романист с хорошим переводом, замечательный французский роман, когда вот вы читаете, вот, вот, вот тот старый, который вот двести лет назад. Не оторваться когда, да? Вот, когда вот каждое слово, причем дело не в том, что это литература, дело в том, что это потрясающая фактура жизни вот этих театральных, не театральных кукол, а кукольников, вообще театральной среды того времени, ну, начиная действительно с древнейших времен, Германия, Франция, Великобритания, Чехия, Польша, вот-вот, до Москвы, он не дошел, вернее, так сказать, у него была только, так сказать, одна фраза, чрезвычайно любопытная, просто она описывает специфику какую-то, потому что я вдруг узнал, что у нас оказывается среди традиций, почему-то он писал, что это донских казаков, но я думаю, что он сильно преувеличивал, потому что вряд ли, то есть, то, что показывали спектакли с куклами лежа под одеялом, то есть, человек лежит, на нем некое покрывало, а куклы, так сказать, движутся по этому покрывалу, не знаю этой техники, просто вот он ее описал, и это любопытно, вот, и в конце концов, мы вот с моей коллегой, с Наташей Райторовской, сделали перевод, и очень хотелось его сделать таким же вкусным, а это очень трудно, потому что, когда у автора предложение начинается на одной странице, а заканчивается на третьей, он ставит точку, потому что вот так построена фраза, вот, но это вроде бы получилось, и я очень рад, что эта книжка вышла наконец-то. Ну и вот то, что сейчас вот самое-самое такое, вот это, это вышло вот только что, она совсем свеженькая, два-три дня назад вышла из типографии молодой гвардии, Сергей Образцов, потому что, потому что я ее должен был написать по разным обстоятельствам, во-первых, потому что в 89-м году Сергей Владимирович попросил меня прийти в его театр, а он был уже довольно пожилым человеком, и мне нравилось с ним работать, и он был очень интересен, интересен и как человек, и как художник, и как кукольник, и как личность, и никто не знал одного и того же Образцова, вот даже судя по многочисленным как-то воспоминаниям, потому что каждое воспоминание абсолютно другой человек, для кого-то он, так сказать, там великий кукольник, для кого-то он человек ничтожный, для кого-то он, так сказать, замечательный голубятник, для кого-то он, так сказать, великий фотограф, для кого-то он фотограф никакой, то есть вот-вот масса, и вы знаете, не было одного Образцова, Он был вот очень разный. И это мне... Я сначала, честно говоря, когда мне предложили ее написать, я полгода вообще думал, потому что начал писать об образцове. Он вроде бы сам и себе все написал. Моя профессия по ступенькам памяти. Он замечательно владел пером. Но потом, через полгода, я понял, что я тогда должен написать о своем образцове, раз так. И получилось, ну, по-моему, получилось забавно, но это уже не мне судить. Не знаю. Я ее не читал. Правда, не читал. Потому что те, кто писали книжки, знают, что это такое. Потому что надо сначала написать, потом 20 раз перечитывать, уже понимая, что все это очень плохо. Потом несколько корректур пройти. И когда книжка выходит, ты ее почти ненавидишь. А когда открываешь, вдруг видишь, что там вот надо было написать иначе. То есть это отдельная история совсем. Но Сергея Владимировича я любил, действительно. И он ко мне очень хорошо относился. И даже когда попал вот уже в последний раз в больницу, и я к нему приходил за два дня до того, как его не стало. Но это было очень весело, потому что я к нему пришел. Он сидел вместе с двумя из еще живших тогда замечательных карикатуристов. Они сидели на его кровати в его номере в Кремлевской больнице и пели «Боже, царь, охрани» громко так на все это самое. Вот. Наталья Сергеевна Образцова, дочка, пришла, говорит, Сережа, что ты делаешь? Тя же выгонят из больницы. Помню, в начале 90-х пришел к нему в большой кабинет, которым потом я лет 15 был. А там в кабинете у него стоял большой бюст Владимира Ильича. Ну и здесь в советские времена и портреты, и бюсты Владимира Ильича, так же, как и нынче президентов, были как бы во всех властных. Но я смотрю, Владимир Ильич, у него стоит в угол, вот лицом в угол повернут. Я говорю, Сергей Владимирович, дорогой, а что у вас Ленин-то за что в угол поставили? Ну как же, Борис Павлович, меня большевики обманули, говорит он. Я говорю, Сергей Владимирович, ну как обманули? У вас масса орденов, такой театр, столько всего. Нет, обманули. Они обещали, что будет коммунизм. А смотрите, что вокруг происходит. А это начало 90-х, если помните, когда там деньги носили в больших кошелках, и на коммунизм это не было очень сильно похоже. Помню еще такой замечательный эпизод. Я написал обо всем этом, о разных образцовых, и о до войны, и после войны, и в мое время. А сидит в кабинете, звонок. А он еще тогда, он до последнего почти времени играл в свои сольные концерты. Мог играть. И вот, значит, сидит вдруг звонок. Алло, да, образцов. Нет, нет, брать меня не нужно. Вы приезжайте вот по такому-то адресу. Кладет трубка, говорит. Звонили из клуба КГБ. Спрашивали, где вас брать. Ну, на спектакль. Ну, это старая привычка. Поэтому об Образцовиче много можно рассказать. И о его собаках, кошках. И вы знаете, что интересно? Вот он ушел в 92-м году. И в театре Образцова всегда, как при нем, всегда было 4-5 бездомных собак. Всегда сидели около служебного входа. Их кормили. Там были их миски. Там все эти дела. Вот. Они были, их знали по именам. Все актеры. Все было. А вот, когда его не стало, потом, я смотрю, уже не 4, уже 2 сидят. А потом одна. И все. И больше нет. Вот. Ну, как... Его звали хозяином. В театре звали хозяином. А еще звали фотографом. Не потому, что он любил фотографировать. А он любил фотографировать. И делал это очень неплохо. А еще и потому, что он любил приходить в субботу-воскресенье, в выходные дни, в театр, тайно, чтобы актеры не видели, садиться на последний ряд, смотреть спектакль. После этого обычно либо снимали с роли кого-то, либо, так сказать, понижали ставки и прочие-прочие актеры. Но, когда он входил и уходил уже в зрительный зал, на вахте вахтер звонил на сцену и говорил очень коротко, ребята, внимание, фотограф в зале, фотограф в зале. Это вот такие какие-то вещи. Поэтому я с удовольствием писал эту книжку, писал года полтора. И мне было это важно сделать. Вот. Ну что, книжки я люблю читать, писать. Не то, что не люблю. Но, как бы, иногда я понимаю, что нужно это сделать просто потому, что вот и садишься, это делаешь. Но это не совсем, это совсем не моя профессия. Я люблю театр. И там же, собственно, там и живем мы вот с Женей. Вот. Вот, собственно, такие вот дела. Вадим Александрович у нас... Он куда-то пошел там по этим самым. Вот. Поэтому книжек я написал много обо всех... Вот, Вадим Александрович. Я вас потерял. Ладно, что... Петрушкам, да. И сейчас мы... Угу, угу. А время... Я думаю, что во времени, потому что дело не просто в технологии. Вот, допустим, те, кто в курсе, был такой театр Домини, замечательный театр, и прекрасный он и сейчас есть. И Евгений Домини в 30-х, 20-х, 30-х, начало 40-х годов был лучшим. Вот по... Но он работал с марионетками и с петрушками. И он не хотел переходить на эти тростевые куклы в 40-х годах. А образцов взял их. И вот с 40-х годов уже театр Домини остался в другом времени. А, так сказать, в другом времени остался. И я думаю, что если бы, допустим, Домини прислушался к времени и взял эту технологию, потому что технология — это не просто механика, это еще какие-то... Ну, действительно, вот время петрушки, время марионетки — это разные времена. И время маски — это тоже другое время. И мы жили в этом времени, мы знаем, что это такое, мы знаем, о чем мы говорим просто. И время планшетной куклы, то есть марионетки с оборванными нитями — это еще одно время. И время автоматов — это третье, четвертое. Боюсь, что будущее. Но, с другой стороны, не очень боюсь, потому что и оно пройдет. Так или иначе, никуда оно не денется. Когда — это другое дело, но, так сказать, просто пройдет и все. А так как я по профессии все-таки историк театра, да, то что такое 50-60 лет? Да это ничего, так сказать. И театр, и история, и искусство — это столетия, тысячелетия. Поэтому, да, жалко, что 20-30 лет будет это. Но, с другой стороны, разве это время, это мгновение? Вот. Ну, что еще? Написал несколько энциклопедий, больших, но я их не дотащу сюда, потому что они очень тяжелые. С чемодан, вот как бы, так сказать, сначала энциклопедию куклы, куда собрал практически все, все, что знал про куклы. Оказалось, что это довольно толстое. Потом вдруг увидел, что мир кукол не состоит из театральных кукол, из театральных людей, театральных художников, авторов, писателей, поэтов, что это только один из материков. Что есть еще огромный материк обрядовых кукол, есть огромный, так сказать, материк самодвижущихся, есть огромный материк авторских художественных кукол. Это была уже вторая энциклопедия «Художественные куклы». Вот, что еще? Еще чего-то? Короче говоря, написал всего много. Может быть, еще чего-то напишу. Даже знаю, что. Потому что сейчас вот передохну чуть-чуть в кукольном театре. И мне хочется сделать большую книжку. Это история европейского театра кукол 19-20 века. Потому что мало кто знает, что происходит нынче, допустим, или в 20-м веке, в конце 20-го века. Скажем, современный итальянский, французский, немецкий, американский, польский, сербский. Вот просто что происходит. И взять лучшее. Вот, наверное, сделаю, наверное, сделаю это. А вот. Ну, потом напишу «Детектив». Вот, собственно. Буквально, может быть, два слова о книжке, которую я знаю, сейчас готовится выйти в печать, о Хенрике Юрковском. Конечно, я совсем забыл. Будет сейчас очень хорошая книжка, потому что не я ее писал. И она действительно будет очень хорошая. Есть такой, те, кто в теме знает, есть такой замечательный, выдающийся польский профессор Хенрик Юрковский. Замечательный человек. Скажем, по масштабу личности это то же самое, что Шарль Маньен, но только Маньен был таковым для 19-го века, а Хенрик для 20-го. Это изумительный культуролог, историк искусства, историк театра, написал множество статей, книг, сделал огромную энциклопедию мировую, но был одним из авторов. И у него чудесные работы, посвященные, скажем, фигуративному театру, как нынче говорят, стесняясь назвать вещи своими именами, потому что это театр кукол все-таки. И очень обидно, потому что его знают хорошо во всем мире, его книги есть на всех европейских языках, на японском, на китайском. Но он ни разу... Его статьи, несколько статьй его выходили в России, но его работы не знают в России, потому что... Вот, и поэтому я со своими коллегами сделали большую книжку Хенрика Юрковского. Изумительная книжка. Она как раз вот по 20-му веку очень интересна. И она не только о театре. Это и о театре, это и о фигурах, о фигуративном искусстве. Это и о литературе ведения. Ну и чудная, допустим, большая статья «Фауст Адам». Чудное, крупное исследование. Вот, она выйдет буквально через месяц в издательстве «Арт». Это «Союз театральных деятелей». Поэтому вот эту книгу я просто рекомендую. Выйдет она очень скоро, через месяц. Опять-таки повторяю, что книга не моя, но я как бы с удовольствием ее собирал, потому что она очень важна для людей, которым это интересно. Вот, собственно. Поэтому этот польский ученый чрезвычайно важен. Ну и тем более, что мы дружили с ним. Книга называется, сейчас я вам скажу, «Кукла и культура». Вот она такая, она общая, действительно. Это и историческое, и культурологическое исследование, чрезвычайно интересное, и состоит из ряда статей его, лекций, так сказать, крупных, мелких. И самое интересное у него, ну не самое интересное, в конце я все-таки решил поместить туда одну главу из его воспоминаний. Дело в том, что Хенрик, будучи 14-летним парнем, участвовал в Варшавском восстании в 44-м году. И у него там страниц на 35, на 40, большие вот воспоминания, как все это происходило, как эти пацаны бегали с винтовками по разрушенным Варшавским улицам. Это совсем не об истории театра и совсем не о куклах, но, на мой взгляд, чрезвычайно важно для того, чтобы понять, что это был за человек. Вот это хорошо. Я думаю, что мы поблагодарим нашего гостя, уважаемого, за интересный рассказ, за то, что он согласился нас навестить. Пожелаем ему больших творческих и театральных, и литературных успехов. Ну и естественно, мы воспользуемся этим приглашением. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.